Здравствуйте, мои дорогие! Я рада видеть вас и новые лица. Я редко приезжаю, но я вас очень люблю. Если говорить о русском языке и не сказать о России, ну, наверное, это будет неправильно. Я вам прочту не только свои стихи, но и самых моих любимых. Россиюшка, многострадальная, сколь выпала на долюшку тебе, слезами умываешься опальная, и вновь тебя распяли на кресте. Много легенд сложено о России, много слухов и кривотолков вокруг нее. Россия — это тайна за семью печатями, огромная по территории, привлекающая своей красотой и неповторимостью. Недаром говорят, что русская душа остается загадочной, непознанной для всего мира, ибо только в ней есть столько необъяснимого и противоречивого одновременно. Удивительная страна Россия, в ней произошло столько исторических событий, связанных с войнами и переворотами. Пожалуй, это единственная страна в мире, которая подняла руки на святыни, своя на церковь Божию, и рушила храмы, и сжигала псалмон. Единственная страна в мире, которая выжила после стольких войн и поднялась еще более прекрасной, нежели прежде. И удивила всех еще более тем, скольких талантливых людей она явила миру. Поэтам и художникам, артистам и ученых людей, коих истории запомнит на века. В Россию толпами едут иностранные гости, чтобы хоть одним глазочком посмотреть на эту экзотическую страну медведей. И к изумлению своему вдруг увидеть неожиданную щедрость и теплый прием в полне цивилизованную страну с историческими музеями и картинными галереями, с парками и проспектами, с высотными зданиями и памятниками старины. А уже в глубинке России и тем более складывается единодушное мнение, как тещина блины съездил, примут как родного и проводятся с этой на глазу. Удивительная страна Россия. Много в ней лесов, полей и рек и богата она природными ресурсами. И много в ней богатых и бедных, бездельников и простых гроботяг, людей, которые просто прожигают жизнь или живут ради высокой идеи, даже если эта идея не оправдывает их надежды. Страна, которая столько раз кардинально меняла свой облик от пугающего до завораживающего. Россияне, эмигрирующие во время революции, многочисленных переворотов или уезжающие в поисках призрачного счастья, непременно скучают и мучаются ностальгией. И спустя многие годы все-таки возвращаются в Россию. Возвращаются, чтобы быть похороненными под родными сердцеберезками. Удивительная страна России. Удивительная. Россия. Бездорожье. Деревни в апрельской пыли, покрытая черной рогожью, виднеется пашня вдали. Деревья в зеленом убранстве, листвой извнят тополя, в воздушном закатном пространстве росинками блещут поля. Размыто рябинером соком, густое перо облаков, просторы бескрайним потоком хранят отпечатки веков. В изгибах березовых веток, где речка течет не спеша, каким-то загадочным светом искрится Россия. Душа. Душа белосвольной России. Листва шелестит на ветру, на небе холодном и синем погашенные звезды к утру. Белесое небо в рассинках, в туман затерялась трава, и ива, спадая косынкой, склонилась, как будто вдова. Деревья под нашим оконцем, в наростах зеленого мха, храдется за речку и солнце, и слышится крик петуха. Церковь по золоте застыли, в себе отражая зарю, святой водой окропили российскую душу мою. Не знаю бездонней, земля под ногами не мыслю родней, здесь дом материнский, и здесь мои корни, здесь Волга, здесь Вольница, все здесь по мне. В купели крещения идут, еще отражения, от веку до ныне едина судьба, не скверну наживы, а дух очищения, под шепот березовый, приемлю в себя. Славянское братство, нет выше богатства, отцово наследие пристало беречь, хранить в новомодном грехе святотатство, народную душу, славянскую речь. Грудят над Россией дубы вековые, приливно вскипает крови моих ток, а боль покаянна и ранит на вылет, глядимся во запад, а в жилах восток. Взлечу на небо тренью же воронка, росою утренней поду на травы, мила мне русская родимая сторонка, березовой, зеленую, добравой. Если нет на больные вопросы ответов, только мысль, как монету чеканит строку, напиши о стране самых ярких рассветов, про отчизну, хранимую Богом страну. Напиши про залитые кровью страницы, про осколки историй в душах людей и про жажду погони за синей птицей на границах придуманных кем-то идей. Напиши, не жалей раскаленного сердца, чтобы память свечою народа зажечь. Над склоненной головой князя тьмы наверца занеси свой заточенный правдою меч. И тогда благодатным отеческим светом позолоченной буквой вспыхнет заря над творением истины русских поэтов над священными книгами у алтаря. Спасибо. Поздравляю Тамару еще раз с ее юбилеем небольшим. Это грамотно еще с нашего дня рождения клуба. Я тебе ее вручаю. Держи. Немножко. Лирическое отступление. Простите нас, но хотелось вручить, потому что Тамара бывает раз в полгода у нас. Продолжение следует...